Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очень уловистую нимфочку. Хороша во всех отношениях, но один есть минус. Нельзя ее сильно огрузить, так как изготовлена на крючке 18 номер. Но учитывая то, что забрасывается она не в единственном экземпляре, то достигает своей необходимой глубины. Очень удачная модель, работает круглый год, как на предповерхностной, так и в толще воды. Давайте приступим. Я взял крючок, огрузил, вернее даже правильно сказать, добавил стеклянную бусинку красного цвета, и попробую ее огрузить, так как это затруднительно, учитывая то, что свинец я пробовал разной толщины, но мне удалось в интернете разжиться вот такого плоского свинца. И попробуем в одном месте, то есть посередочке, где у нас будет формироваться тело, хотя бы немножко огрузить нашу нимфочку. Стараемся не доходить до колечка, до нашего шарика. И вот в этом месте, приблизительно вот так, с небольшим напуском до загиба, и здесь я отрежу. Оставляем наш свинец. Нитку я беру самую тонкую, какую только можно использовать, но так, чтобы она была достаточно крепкая. Промажем еще раз, клеим, и хорошо прихватим уже наш свинец с другим материалом. В качестве дабинга я буду использовать подшерсток скота вы можете использовать любой с кролика, так, чтобы он был достаточно мягенький и в то же время хорошо играл в воде. Подтянули, прихватили. И теперь для того, чтобы не мотать в одном месте 10 раз, сразу будем крепить весь материал. Для этого я для сегментации подготовил вот такой люрекс, достаточно крепкий, плотный. в качестве хвостика у меня имеются остатки пера, которые мы будем сейчас использовать. Хвостик не должен быть достаточно выдающийся, но и в то же время рыба должна его наблюдать. та часть, которая нам необходима в изготовлении мушки. Возьмем вот такой небольшой пучочек, вымеряем длину, он приблизительно у нас должен равняться длине нашего тела или чуть-чуть может быть длиннее. посмотрели. Да, длины нам вполне достаточно. Крепим люрекс. В качестве хвостика можно использовать и пуховые перья, но учитывая то, что я буду изготавливать нимфочку несколько для других рыбалок, это плотва, красноперка, поэтому я буду делать несколько жестоких хвостик, чтобы рыбка его замечала издалека. И теперь, пожалуйста, начинаем формировать тело из нашего дабина. Хвостика немножечко проматываем и в районе крепления нашего свинца делаем вот такую чечевитную форму. не стесняемся величины, так как рыбка немножко при двух-трех поклевочках наш объем уменьшит. Не доходим по-прежнему до колечка. И теперь я сегментирую наше тело. Продолжение следует... Продолжение следует... Для изготовления опушки или лапок можно использовать любые перья, какие вы для себя подберете. Перепелки, куропатки. Но учитывая то, что у меня есть вот такая крашена куропатка, я закреплю ее подготовили перышко. скажу сразу, большое количество здесь оборотов не надо делать. Выйдет у вас один хорошо, выйдет два под вопросом. Посмотрите сами по своим рыбалкам. Нам самое главное только лишь обозначить обозначить лапки, которые есть у нашей нимфочки. Вот я сделаю. Поправляем перышки, чтобы они у нас не кошлатились, не лохматились. Вышло у меня два полных оборота. И здесь я креплю перо. Можно выполнять наборку из дабинговой петли. Как вам захочется. Можно использовать и мех кролика, для лапок. Я также это уже изготавливал. То есть проверено работает все. Главное, чтобы была хорошая подвижность нашей опушечки. И здесь я делаю завершающий узел. изготавливать. как вы видите, наша нимфочка проста в изготовлении, не требует дефицитных материалов, но достаточно уловистая. Вот приблизительно вот так она у нас в завершенном виде. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...